Задержание депутата Минск. Ко мне регулярно жители города Черногорска обращаются за содействием в решении тех или иных вопросов. То необходимость наградировать улицу Матросова, то отремонтировать улицу Менделеева, улицу Чапаева, космонавтов, дворовые территории. С этими вопросами я вынужден обращаться к главе республики Хакаси. Владимир Николаевич меня спрашивает, а вот какая рука? Я говорю, а понимаете, там сидит заместитель, который трясется. Он трясется не от того, чтобы исследовать, а она трясется от того, что потом вернется в голову, и на согласованное действие они спросят с нее, почему ты сделал так, а я хотел по-другому. Я просто его хотел в следующем году сделать, а в этом году читаю, или наоборот. А обращаемся к главе Республики Хакаси, потому что тут есть ответственность за территорию, он ей направляет бумагу, и она подпорчилась авторитетом, что вот приходит, направляет бумага, сделать надо, за это не отрубает. И вот такая изуродованная ситуация, но мы вынуждены работать таким способом. Вопросы не стоят в том, чтобы стать на дороге у Следственного комитета. Есть у них вопросы, пусть работают. Тут вопрос про Чернокосовскую судну. Вроде бы, значит, отпустили домой, но отпустили в отпуск. И вот эти разобранные зрения между заместителем Леонтьевой, который нас хозяйствует, и головой со своими планами, они не срабатывают. Важное благоустройство. Это самая аварийная территория в зимний период. К чему она может привести? Я считаю, что тут суд наш неправильно оценивает в целом ситуацию, не просчитывает последствия, возможно, таких своих санкций. Что касаемо Нырцева Владимира Алексеевича. Значит, Нырцев Владимир Алексеевич, он является и депутатом парламента, но он и является руководителем колючевого комитета. То есть это не какой-то комитет парламента, да, который можно сказать, что пойдем в лапу с гостем, а это рабочий комитет. Объясню, вот, буду объективным. Я считаю, что лично, как депутат Владимир Алексеевич, недостаточно работал с гражданами, с горожанами города Черновоса и жителями в Акасе. Но другое дело, председатель комитета по экологии. Мы вместе с праворами в Акасе, вместе с правительством, вместе с ошибками, вместе с нашей ситуацией оказались в непростой экономической ситуации. Мы вынуждены вверстать бюджет, готовиться к нему. Нам нужно справиться с большими задачами по собственным доходам. В Акасе расположено много экологических предприятий, которые связаны с экологией, то есть платежи за воздействие на окружающую среду и другие бюджетные моменты. И сейчас парламент, не парламент, как общее собрание, а именно профессиональные депутаты, работающие на постоянной основе, я говорю сейчас как активный участник бюджетного процесса, который, вы знаете, критикует и председатель комитета, и министерство финансов, и не только критикует, но и регуляция предлагает на тонный процент бюджета. Так вот, в какой сейчас ситуации находится парламент? А вы помните, какие цифры у Нерцева были по собственному богу? А вы помните, что он говорил по моим русскому воздействию? А может, вот плановые вещи, которые он хотел бюджету предложить, у него записывали книжки, и он посмотрел по рабочим столетиям. То есть, вот таким вот образом, такое действие, я считаю, и Следственного комитета, и суда, оно непродумано, вопросов нет. Опять же, никто не стоит на пути следствия и суда, потому что риск стоит не мешать работать парламенту, не выпивать у него ни руку, ни ногу во время подготовки к бюджету 2018 года и по работе с бюджетом 2017 года. Выберут председателя ключевого комитета, то есть, по сути дела, нас опять попросту дилетантскую. Кто-то что-то помнит, члены комитета здесь выкручиваются по вопросам профильного комитета. Я хочу сказать, что в этой ситуации напомнился, что президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно, я отслежу, по экономическим вопросам, указывает, не связываясь с решением свободы, отправляйте материалы дела в суд. Будет приговор суда, суд посчитает, что наказание, в чем его подозревают, связано с решением свободы, никто этому не скажет. Но опять же, не мешайте работать парламенту. Я хочу узнать, на постановление премиума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября, там ясно говорится, что по данной категории дел уйти от ареста подозреваемых. Я считаю, что в этой ситуации, да, но я вообще, как общественник, политик, я за все. Я за профессиональную работу в Средственном Комитете, но так, чтобы она действовала профессионально и не мешала работе парламента. Я за работу судов, суда. Но наш суд в этой ситуации показывает, он со Средственным Комитетом согласен, на что согласен. Опять же, не оценивает, это он, помню мы, не оценивает последствий, то есть того, что оказался задержан в председателе Комитета по экологии. Вышло он на полу, по моему искреннему разведу, а по 9-й шахте Черногорска, какие плановые вопросы у него были. Сейчас, я думаю, на дилетантском уровне. Я считаю, что данное проведение непрофессионально может, это совокупный суд. Прокурор соглашается с этим совсем. Значит, Следственный Комитет. И это действует как методом Николая Ивановича. Никакого. В полимеру ЦК у меня было подпище, Варуша, Ежовского у меня. Эта ситуация ничем не отличается. Поэтому я высказал свое мнение, рассчитав, что в данном случае я его должен озвучить. Я его озвучил более эмоционально на Комитете, но там был опоза. А здесь, там была поэзия, грубо говоря, более эмоциональная, а здесь проза по делу с объяснением. И вот у нас есть обращение, и я, уважаемые коллеги, считаю, что нужно поставить в известность в этом обращении. Я хотел бы дополнить, что мы попринимаем пролену, как воплывалось сюда Российской Федерации. Вот там этот момент не указан, я вот долго этот момент обязательно дополнить. И позиции неоднократно высказаны президентом России. И в этом виде поинформировали руководство в Европе Новосибирске. Спасибо. Спасибо. А это вам. Спасибо. Спасибо, Алик. Ну, действительно, у вас есть на руках проект, который мы подготовили в Европе. Раздали, да? Да, не очень. Вопрос, знаете что, просто я публично здесь озвучиваю на сессии Верховного Совета. По моему заданию, Нырцын в этом году осуществил шесть поездок на горнородные и пищи обрабатывающие предприятия, которые загадили экологию в Акасии. Закончилось одному разрезу прислепили штраф, то есть миллионы пятьдесят, или там семьи цветов. Но потом, когда узнали, что в Кагашин зачем-то приехал в Москву, а я поехал, поехал в Москву, начались нападки в Верховный Совет. Восемнадцать домов изъяли документов из Верховного Совета. Без постановления прокурора суда никого нет. Это органы ВСБ. Я, конечно, направляю письмо в Лето, кто вызывает, о превышении полнолучшей управленной связи. Это второе. И знаете, как создается как бы заказ. Камаров, Сокинсы, какой-то фирмы и владений полное химень запустили. А вот руководитель аппарата до Красноярска на машине ехала на Казерный. Ага. Надо делать изъять документы. Восемнадцать коммун документов изъято. Каждый не председатель, даже здесь. Я был в Москве. Гарши возбудили тело Панельцового. Он в шесть проверок осуществил. И уже добрался как раз до того, что тогда уже за что-то надо отвечать. И вдруг это в школьной что он какие-то там общежития не монтировал, когда был еще строительный моих подрядчиков. И вот там этого обожали, обижали этого, учат, вернее, привлекая гости пока не уработали или четыре он под подпиской. Ничего, никаких дел нет. Вот надо арестовать публично принести пропуск в Горковном Совете. За это еще тоже ответят. Это не кабинет товарища Нынцева, а это кабинет Комитета Горковного Совета. И самое главное, искали все, подник распростран, ничего не изъято. К сожалению, ни пушек, ни противотанковых ракет, ничего не обнадуло. Оказывается, не идея у меня поэта. Для церковной поддержки маски шоу можно. А для Комитета сомневает любое сопротивление. Сегодня право все не поэтому надо здесь разобраться. Это как раз должно быть тем звонком, когда мы должны остановить бескрител, который у нас начинается. Вы знаете, специально вот это. Завтра еще усом в Левом Альмске произвели Валерий Годорович. Они вообще либо строители, либо кто-то, вот сидят здесь в зале разные депутаты, кто-то хозяйственные крови. Решили атаковать депутатов. Никаких там нет ограничений, даже не уведомляют, что арестовали, что содержат никому, не уведомляют депутат не председатель никому не надо. Я думаю, зря это не начинает. Я хотел сказать, чтобы мы служили законам, служили Отечеству, а не каким-то частным, интересным. У нас, к сожалению, во многом служба поставлена и правоохранительным органом, к сожалению, и народным, и прочим, местальным, и всяким других. Никто не исполняет законы, которые приняты в Российской Федерации в полном объеме, в интересах государства. Понятно, какие интересы. Поэтому, мне кажется, обращение вот в подготовку, я бы, кстати, не готов обменить не участвовать. В адрес председателя руководного суда Виктора Николаевича Носова, но с просьбой вот здесь Юрий Александров мне подсказывает нас задать сослаться на восстановление к плену оборудованного суда, о чем говорил Иван Мурталек Эдмиротович. Но, действительно, чтобы рассмотреть, что это высшестоящий суд правило смотреть, изменить ему меру пресечения или нет. Поэтому, наверное, адвокат и сам обжаруют уже. А наше просто обращение поучить все эти события. Нет возражений принять обращение к коллеге. Оно есть, пожалуйста, еще раз. Владимир Николаевича. Вот. Я вот хотел попросить вас добавки по поводу неоплашения. Вы это не делаете по поводу Черногорска. Вот такая воплевая форма обращения губернатора решающего вопросу улицы Матросова с космонавтов. Конечно, конечно. Но давайте или мы про Нерцева, или ряда Александра Матросова, который вот он совершил закрыт кругом развод фашистского времена. Или о чем сейчас? Не надо все это обращается по поводу нашего губернатора. Любой из вас может оказаться на этом месте. Любой поднакомленный предлогом. Средством массовой информации у нас принимается единогласно. Я просто, чтобы наше общество гражданское повышало и сознательность, и воздействовало на неправильные действия любых, должностных лиц, органах и всех остальных. Воздействовало. А когда все спрячутся, заткнутся, а потом выход на гибр выпустили тот звук, тот и перец и кто еще. Так что вот это как раз все зависит от каждого из нас, от гражданской позиции каждого. Поэтому я думаю все надо заставить работать по рамках существующих рамок закона. Законно. Есть какие-то где-то надо согласовывать или там что-то. А так что-то уже не будет. Коллеги, мы еще один вопрос не рассмотрели. Мы избрали секретаря, которые можно не рассматривали.